Итак, продолжается встреча регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги области среди мужских команд. Второй период Саров Инвест, Спартак Городец. Напомню вам, что после первого периода саровчане пропустили три шайбы, а смогли забросить только одну. И гола! Вот, видите, в начале второго периода Константин Поляков в излюбленной форме с краю-низом бросил между щитков и шайба в воротах. Вот так вот. 3-2 становится счет в нашем матче. Вот, видите, буквально 17 секунд с небольшим прошло. Ну что ж, я думаю, что матч будет только интересней. Удается немного сократить отставание в счете саровчанам. Может быть, в втором периоде будет лучше получаться, чем в первом. Матч покажет. Проброс! А пока можно сказать, что уже начался матч в Дальнем Константинова. И команда Кстова после первого периода введет 5-2. Пока этого, конечно, недостаточно для того, чтобы подняться на третью строчку чемпионата. У них также есть еще два периода. Выходит Александр Малов из ворот для того, чтобы остановить шайбу за воротами. Да, Владислав Мутунев совершит бросок по воротам. Но, так или иначе, шайба дошла до Александра Малова. Достаточно молодой, извиняюсь, городца. Очередной бросок по воротам. Шайбы проходят рядом со штангой. Будет Владислав Шошик первый на шайбе. Бросать по воротам. Что и происходит? Наброс. Вот Шошик первый на шайбе. Не удается городцу пока вывести шайбу из своей зоны. Очередной бросок. Бросок по воротам и шайба зажата Михаилом Сорокиным. Да, зажали сейчас хоккеисты Сорокинвеста. Городчан. Очередной бросок. Будет убивание. Да, по-моему, в штангу попадает шайба после очередного броска. Вновь набросок на ворота. Увеличились, конечно, атаки Сорокинвеста. Тренер команды Сергей. Вот еще одна шайба в воротах городца. Счет становится 3-3 встречи. Да, точно что-то поменял. Шайбу забросил Константин Поляков. Номер 10. Это уже вторая шайба. Вот так вот. Матч становится все интереснее и интереснее. Да, добавили в хоккеисты Сорокинвеста. Во втором периоде. Еще хороший момент. Не удается Малафееву забросить шайбу. Клотухин. Сильнейший бросок осенней линии. Мимо ворот проходит шайба. Флепнев. Передача на пятачок. Открывался Малафеев. Да, заиграли сравчане. Флепнев. Бросок по воротам. Мимо пролетает шайба. Ближние девятки. С трудом удается выбросить шайбу к гостям сегодняшней встречи. Да, Сергей Макеевич точно что-то изменил во втором периоде. Команда поменялся. Сейчас опасный момент уже у ворот. Александра Малова. Гости, конечно, тоже не хотят сдаваться. Уже шесть заброшенных шайб было в сегодняшнем матче. Мы увидели. Я думаю, что дело этим не закончится. Выбрасывать сравчане шайбы в своей зону. Фидосов. Что-то надо отдать передачу. Вышел сам пройти среднюю зону. Вброс себе на ход. Отбор за сравчанами. Фидосов. Шошин проходит по правому краю. Входит в зону. Идет в обыгрыш. Идет в ворота. Есть опасный момент опять. Пытался добить там... Шайбу... Сергей Бабнев. Сорокин предугадал его действия. И успел вовремя положить щиток. Вообще, атаки Саров Инвеста стали более яркими во втором периоде. И это, я думаю, заметно каждому. Живее стала команда себя чувствовать на площадке. Добро заброшенный шайб ворота городца Константин Поляков. Хорошая передача. Калашников идет в обыгрыш. Отличная передача. Селякин. Нужно завершать такие моменты, конечно же. Видимо, совсем удобно было Ярославу. Бросок Андрея Никитенко поворотом. Видно, что, конечно, этот защитник поиграл уже. И опыта у него предостаточно. Ну и вбрасывание будет в зоне хоккейного клуба Саров Инвест. После броска Антона Безухова. Даже если посмотреть по игровой площадке, отсюда видно, что лед в зоне хоккейного клуба Саров Инвест мало изрезан. А вот в зоне гостей сегодняшняя встреча, он уже такой порезанный. Больше шайбы там находится. Не удается Саровчанам завладеть пока шайбой. Безухов. Передачу на дальнюю штангу делал. Шайба за ворота. Воздух. Идет в обыгрыш. Безухов. Передача на Поздува. Брошенная шайба в зону хоккейного клуба Саров Инвест. Очередная передача на Пятачок. Опасно. Не выводит пока Саровчане из своей зоны шайбу. Не удается это сделать так быстро, как хотелось бы. Абсолютно одного опять оставляли на Пятачке Саровчане. И выход 3 в 2. Там уже догнал Малафиева. Для него пустов. Шайбу из своей зоны выбросили. Если коротца. Погнал Малафиев. Делает оставление на Шошина. Немного не точно. Вот такой вот городец. Доходит дело до броска. И зажато Александром Маловым. Очередной наброс на ворота Александра Малова. И просто непонятным образом не совсем было видно Александру. где находятся шайбы. И как она летит. По какой траектории. Раскат как такового не было. То есть полноброс. Но тем не менее. Шайба в воротах. И счет становится 4-3. В пользу. Клуба Спартак. Автором. Еще на заброшенной шаге. В составе. Спартака становится. Кругослав Шалаев. Да. Обидно. Меняет. Сергей Макеичев. Голкиперу своей команды. Выходит на лед. Алексей Суровегин. Санкт-Поликов. Передача на синюю линию. Очередной наброс. Здесь пас рукой будет фиксирован. Выигрывает Малатей. Вбрасывание в среднюю зону. Ого. Удается Саровчану закрепиться в зоне. Но ненадолго. Ну и Денис Кудосову придется начинать атаку. Что происходит? Неточная передача. Очередной наброс на ворота. Досит передачу на Малафеева. Кликнёв. Убирает Кликнёв в шайду в своей зоне. Идет в обыгрыш. Не дает, конечно, защитники. Выстраивается команда Градца. На синей линии в пятером. Видимо. Вот такими тактическими действиями решила команда играть дальше. Потому что в первом периоде они были более активны двумя крайними нападающими. А сейчас команда выстраивается между красной и синей линией в своей зоне. Выбрасывает Саровчане шайбу в своей зоне. Чередной наброс. Досов. Выкидывает шайбу через борт. Проброс будет. Очередной раз шайба сброшена в зоне хоккейного клуба Саров Инвест. Чуть больше половины второго периода уже позади. Чуть больше половины второго периода. Все, пока не использую нашей команды. Очередной бросок. И Сейсер Овегин успевает. Говорит по-братарски сесть в краба. Чередной бросок. Попадает шайба Андрея Калашникова. Выводит Саровчане шайбу в своей зоне. Хороший момент. Селякин идет в обыгрыш, обыгрывает двоих игроков хоккейного клуба Спартак. Не удается ему обыграть пока Михаила Сорокина. И теперь ответ врача. Не доходит шайба. Алексей Суровегин. Очередной бросок книзу Константина Полипова. Хотел повторить, наверное, исполнение первой своей заброшенной шайбы. С того же ракурса произведен бросок. Геремеев находит в среднюю зону. Решил бросить поворотом. Немного сбавили темп хоккеиста Саров Инвеста. Ну и хоккеисты Спартака не очень активны на самом деле. Отправляет Алексей Суровегин шайбу в градительную сетку после броска в среднюю а, нет, простите, в зоне хозяев будет сброшена шайба. Не удается Сергею Клепневу вывести шайбу из своей зоны. Из своей зоны. Вброс в зону соперника. Останется шайба в зоне хоккейного клуба Спартак. Клепнева. Клепнева. Нет пока партнеров, которые могли бы под него открыться. Теряет Сергей Клепнев шайбу после силового приема. Силовый прием исполнен Клепнева. Клепнев. Играет шайбу идет в обыгрыш. Втроем садятся на Сергея Клепнева. Наброс все верхом. Все верхом пока у нас. По броскам. Очередной бросок Поведем на месте. И обоюдное удаление будет. Сейчас продолжится встреча в формате 4 на 4. Наброс попадает в шайбу Коньки Сергея Еремеева. Клатухин и торопится начинать атаку. Некому передачу. Клепнев. Прием в средней зоне. Нужно бросать. Что собственно говоря и происходит. Наброс на ворота. Остается шайба за Кисти Мессоров Инвеста. Еремеев. Защитники ведут в атаку. В ходе передачи на Максима Ляпина. Он сейчас с шайбой распознал все его действия. И опять одного игрока оставляет Кисти Мессоров Инвеста. Шошин бежит в атаку. Идет в обыгрыш. Ну и конечно здесь Владислав Шалаев просто на вилу посадил Владиславу Шошину. За что получит две минуты отдыха на скамейке Штрафников. И команда Саров Инвест будет играть в численном большинстве. 4 на 3. Реализовывают такие моменты конечно. На площадке очень много. Выигрывает Саровчанин вбрасывание. Ну что посмотрим что получится у них. Поляков. Идусов. Новый Поляков. Хорошая диагональная передача. Немножко немножко удается Ярославу Селякину принять. Слишком быстро летел снаряд. И в среднюю зону переводится вбрасывание после того как Шайб теряет территорию игровой площадки. Селякин сам себя пробрасывает. Это задумано как передача на Андрея Калашникова. Не торопится совершить бросок. Денис Фудосов. Не точная передача. Отличный момент. Ну почему опять вот этого чуть-чуть опять не хватает хоккеистам Саров Инвеста. На ленточке буквально остается шайба никем не зажатая не прижатая никто ей не владел. Вот маленького шажочка бы Андрею Калашникову я думаю хватило бы для того чтобы отправить шайбу обороты но очень что этого не произошло вот уже в формате 5 на 4 продолжается встреча Литнев подбирает шайбу идет в оба игра проходит среднюю зону нужно зафиксировать шайбу в зоне соперника ненужная передача наверное это было нужно было наверное бросить припозду потому что там четко перехватывает защитник эту передачу бросок поворотом и сейчас просто в шпагате Михаил Сорокин спасает свою команду выводит в действие драться шайбы своей зоны и тем самым сохраняет шайбу в зоне соперника Шалаев бросок по воротам с острого угла достаточно Суровеги на месте Литнев Хоздов по средней зону хорошая передача на Хлепнева зачем сейчас этот пас был нужен непонятно но шайба в воротах оказывается но по-моему была забита да все верно показывает главный арбитр всего лишней встречи что шайба была заброшена коньком конечно что-то табло у нас пока не поменять чуть больше трех минут остается до кончения второго периода очередной наброс на пятачок Шоша по среднему линию вставление бросок по воротам и Сорокин фиксирует шайбу шайбусаров инвеста шашин передачу защитник передача на пятачок чуть чуть поточнее шайбы выводит гости матча Шошуин идет лобград Бабнев защитник Клатухин наброс на ворота где шайба шайба после броска отскочила от щитков Соровчан чуть чуть поближе бы на пятачке быть и можно было бы еще и добить после броска Константин Поляков выводит выходит на пятачок опасный сейчас был момент опять в ворот Михаила Сорокина удается пока с Соровчаном сравнять счет все близко все рядом но пока неудачно и очередное удаление будет играться я так даже понимаю два удаления будет да да одно удаление заработал Ярослав Селякин а второе вот сейчас около борта Андрей Калашников и в формате 5 на 3 будет продолжаться встреча ну что Соровчане нужно забивать успевает выбросить шайбу за пределы своей зоны хоккеисты Спартака раскатывается Сергей Клебнев под передачу Досов решает отдать Игорь Поздова отличный выход с краю не броска ничего не было Досов 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 передача на Малафеева хорошая передача на Игоря Савинкина был произведен бросок почти между щитков попадает шайба но это всего лишь почти Досов Малафеев бросок по воротам мимо ворот рядом со штангой пролетает шайба очередной пас Досов бросок по воротам успевает Игорь Савинкин выцарапать шайбу и гол смогли Соровчане сравнять счет с передачи Сергея Клебнева шайбу забрасывает Игорь Поздов и за 50 секунд до свистка об окончании второго периода счет становится 4 на 4 4 простите а вот формат игры у нас еще продолжается 5 на 4 численно большинство пока имеет хоккейный клуб Саров Инвест выбрасывает изгородца шайбу и своей зоны подходит к концу второй период поляков проходит в среднюю зону амашников точно передача боятся хоккейстов Спартака вывести шайбу из своей зоны проходит проходит в среднюю зону бросок поворотом фиксирован Михаилом Сорокином ну что ж закончился второй период он был очень насыщенным счет напомним 4-4 как вы в шайбав руки при